В эфире телеканала «Город» информационная программа «День города» в студии Анна Герцовская. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В Рязани появился маньяк. Он нападает на девушек. Правда это или вымысел? Двое из ларца. Рязанские спортсмены задержали преступников, которые пытались ограбить ювелирный магазин. Почта России не стремится улучшить качество обслуживания граждан. Страдают от проблем и сами работники отделений. Рязанская теннисистка Анастасия Гасанова выступила в Москве на турнире «Кубок Кремля-2016». Недавнее сообщение, которое возникло в интернете, гласило – в Рязани появился маньяк. Информация о том, что преступник приехал из другого города и уже приступил к незаконным действиям, быстро разлетелась среди горожан. Однако очень скоро выяснилось, что маньяк вымышленный и вся эта новость не более чем плод воображения юных рязанок. Можно ли так шутить и чем оборачивается подобный юмор – об этом в следующем материале. Доверчивые люди или ответственные граждане. На прошлой неделе в социальных сетях появилась информация о маньяке, который якобы орудует в районе улицы Высоковольтной. Новость была опубликована на личной страничке одной из рязанских студенток с пометкой, что она чудом смогла убежать от маньяка. Сообщение имело эффект разорвавшейся бомбы. Его быстро подхватили популярные группы и информационное агентство. Я серьезно заволновалась, потому что мне писали несколько людей об этом. Мне во всех диалогах написали по этому маньяка. Просто мне переслали ряд сообщений, в которых говорилось о том, что маньяк разыскивается. Сообщение оказалось неудачной шуткой. Девушка хотела проверить эффект так называемого сарафанного радио и разыграла своих друзей. Она думала, что те быстро раскусят ее хитрость, но дело приняло серьезный оборот. В погоне за сенсацией журналисты не проверили информацию, и новость мгновенно разлетелась по городу. Полицейскими по данному факту была проведена проверка, по результатам которой данная информация не подтвердилась. Если есть преступление, то о данном факте незамедлительно становится известно полицейским. Принимаются достаточные меры для устранения какого-то неправомерного действия или выявления преступника и последующего его наказания. Подобные информационные вбросы происходят нечасто, но темы для них выбираются очень серьезные. Разжигание межнациональной розни, сообщения о заложенной бомбе или теракте. Сотрудники полиции отслеживают публикации в сети на предмет достоверности фактов. Но для обнаружения ложных сведений нужно время. Многие женщины, девушки прям забоялись. Я тоже забоялась, но я с московского района, поэтому мне как бы не особо это касается. Но мне лично эта ситуация не понравилась. Ну это абсурд. Глупый вопрос, приходит маньяк, тут хоть из дома страшно выйти, не то же девочка, парни. У меня был такой порыв, тоже кого-нибудь отправить, но мадам такая нет. Я считаю, что данные шутки являются плохими, потому что человек должен отвечать за свои слова. Если у человека плохая нервная система, то это может привести к весьма тяжелым последствиям. Думать надо над тем, что человек говорит. В данном случае полицейские решили ограничиться профилактической беседой с Рязанкой. Но следует помнить, что подобные шутки могут обернуться для их авторов уголовной ответственностью. Общество тоже не должно оставаться в стороне и при сообщениях об опасности в первую очередь обращаться к проверенным и официальным источникам. Я считаю, что должны консолидироваться все институты общественных отношений, государственные структуры, родители. Дети те же самые должны понимать, что такое правдивая информация, что такое лжеинформация. И чем грозят такие подобные всплески в информационной среде. Безопасность общества и психологическое здоровье граждан зависят от каждого из нас. Приятно понимать, что Рязань прошла проверку на человечность. Многие люди позаботились о своих родных, отправив им сообщения о потенциальной угрозе. Хочется, чтобы внимание граждан не ослабевало, а для этого нужно сообщать только о правдивых фактах. Бывший начальник одного из отделов Академии в Синроссии, расположенной в Рязани, подозревается в получении взятки в крупном размере. В отношении него возбудили уголовное дело. Вопросом будет заниматься отдел по расследованию особо важных дел. По имеющимся данным, сотрудник Академии получил взятку в виде документов, предоставляющих имущественные права на строительные материалы для ремонта квартиры на сумму около 200 тысяч рублей. Взятка была передана руководителем одной из рязанских строительных компаний через посредника. Это произошло 16 сентября текущего года. Стоит сказать, что совершенный акт был установлен однозначно. Передача взятки происходила в рамках оперативно-розыскного мероприятия, проводимого у ФСБ России по Рязанской области. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается. Одновременно с этим сейчас в получении взятки подозревается еще один сотрудник Академии в Син. По данным следствия, в июле и августе этого года подозреваемый неоднократно получал взятку в виде денег на общую сумму около 200 тысяч рублей от руководителя также Рязанской строительной организации за подписание актов выполненных работ по ремонту объектов Академии. Его преступные действия были пресечены также сотрудниками регионального управления ФСБ России. По данному факту возбуждено уголовное дело Московским межрайонным следственным отделом города Рязань по признакам преступлений, предусмотренных частями 1 и 2 статьи 290 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это получение взяток, в том числе в значительном размере. Сейчас по этим уголовным делам проводятся необходимые следственные действия, в том числе направленные на установление всех обстоятельств совершенных преступлений. Расследование уголовных дел продолжается. Рязанские спортсмены задержали преступников, ограбивших ювелирный магазин. Вечером 12 октября в полицию поступило сообщение, что несколько злоумышленников ограбили бутик, расположенный в центре Рязани, и что один из грабителей задержан местными жителями. Когда полицейские приехали на место происшествия, мужчина со связанным ремнем руками лежал на тротуаре улицы Маяковского. У его ног валялся кожаный портфель с высыпавшимися из него золотыми украшениями с магазинными ценниками. Рядом стояли двое молодых парней. Именно благодаря помощи двух рязанцев, Александра Вознюка и Алексея Левина, был задержан 43-летний ранее судимый житель соседнего региона, подозреваемый в ограблении ювелирного магазина. Позже, в ходе работы с задержанным, оперативниками уголовного розыска были установлены его соучастники. На прошлой неделе мы показывали сюжет про отделение Почты России номер 6. Расположенная на улице Грибоедова. Там более 30 человек стояли в одной очереди для получения пенсий, оплаты коммунальных платежей и отправки посылок. Работал один оператор. В таких случаях граждане могут позвонить на единый телефон Почты России и пожаловаться на очередь более пяти человек. По идее, в отделение после этого поступает определенный сигнал. Дальше сотрудники должны предпринять все меры для ликвидации затора. Например, привлечь к обслуживанию клиентов еще одного работника Почты. Мы решили выяснить, работает ли эта система. Для эксперимента съемочная группа отправилась в отделение номер 27 на площади Попова. Ранее рязанцы жаловались, что здесь сотрудники порой вовсе не обслуживают граждан. В этот раз очередь состояла из 15 человек. Люди обслуживались через одно окно. Второй компьютер стоял без работы. Позвонив по номеру 8 800 258 88 можно пожаловаться на очередь более пяти человек. Так как ситуация оказалась подходящая, мы решили это сделать. Вы позвонили в центр поддержки Почты России. Пожалуйста, в Туновом режиме введите индекс отделения, в котором перед вами очередь более пяти человек. 3, 9, 0, 0, 27. Информация получена. Спасибо, что помогаете делать Почту России лучше. Ждем. Пока мы находились в ожидании изменений, начальник отделения объяснила, почему на почте наблюдается стабильная нехватка кадров. Сама Анна сейчас болеет, но позволить себе уйти на больничный не может. Работать можно, если только шел бы народ работать сюда. Зарплата очень маленькая, никто не идет. Начальник отделения сказала, что при большом скоплении людей она помогает оператору. Сейчас же она была занята внутренними делами – обработкой почты. Ну вот я сейчас позвонила, они как-то вообще вам перезванивают, чтобы очередь умешала? Ну вы слышите телефон, мне не звонит. Нет? То есть как бы это бессмысленно, да, звонить по этому номеру? Это все вопросы к моему руководству. А сколько человек вот так вот в очереди примерно каждый день находится? Ой, ну человек 30-25. Прям бывает, да? Бывает, да. Бывает и на улице стоят. За 20 минут помощников у единственного оператора не появилось, а очередь сдвинулась на 3 человека. Система не работает. Возможно, наше обращение это отделение получит по почте, а не с помощью телефона или интернета. Тогда это произойдет не скоро. В свою очередь, на Грянов с проверкой в отделение номер 6 на улице Грибоедова, где неделю назад сотрудники уверяли нас в том, что к сегодняшнему дню для обслуживания граждан появится еще один оператор, мы увидели знакомую картину. Людей обслуживает один человек. У нас на днях работала две, но у нас сегодня, в последний день, работает девушка. И? Вот та, да, девушка? И у нас пока что, да, остается. Также один человек. У нас знакомств обещали перевести человека. Видишь, сколько народов? Барда-барда. Давно сидите? Да почти час. Да? Да, очень приятно. Сколько человек человек? 30, наверное. Человек 25. Остается пожелать гражданам терпения, единой системе обслуживания Почты России лучшей реакции, а сотрудникам отделений прибавки к зарплате. Миллионы людей по всей стране станут намного счастливее от таких изменений. Вкладчики военно-промышленного банка не смогли получить страховое возмещение в полном объеме. По данным интернет-СМИ, в Рязани пострадали около 500 вкладчиков. Выплаты в данный момент производят ВТБ-24 и Россельхозбанк. А, например, московские пострадавшие вкладчики подготовили коллективное обращение в Генеральную прокуратуру, Центробанк и Администрацию президента. Известно, что суммы некоторых вкладчиков были занижены на 1 миллион рублей и более. Поэтому выплаты и не были произведены в полном объеме. К другим новостям. Пост ректора Рязанского медицинского университета вновь займет Роман Калинин. Вчера состоялась конференция, в повестку дня которой вошел один вопрос. Выборы руководителя учреждения. В ней приняли участие около 100 человек. В их числе была и заместитель председателя правительства Елена Буняшина. По результатам тайного голосования 90 человек из 96 присутствующих отдали голоса за Романа Калинина. Подавляющее большинство. Выборы состоялись после обсуждения предвыборных программ развития Рязанского государственного медицинского университета, представленных кандидатами. Роман Калинин занимает пост ректора ВУЗа с 2012 года. За это время учреждение получило свидетельство об участии в национальном реестре ведущие образовательные учреждения России, а также золотую медаль 100 лучших ВУЗов и научно-исследовательских институтов России. Анастасия Гасанова, ученица Рязанской академии тенниса, выступила на турнире Кубок Кремля 2016, который сейчас проходит в Москве. Это вторые соревнования в ее карьере на турнирах главной мировой серии WTA. Анастасия не пробилась в основную сетку Кубка Кремля, однако после первого проигранного сета в матче с полячкой она одержала победу во втором сете. Второй сет я очень тяжелый вытащила, и в третьем сете уже как-то опыт сыграл свое, и у меня соперница просто по опыту не была, поэтому проиграла. 6-7, 7-5, 1-6. Выигранный сет стал для 17-летней спортсменки первым на турнирах главной мировой серии WTA. Теннисистка поделилась эмоциями от прошедших соревнований. Подобного уровня турнир у нее вызвал восторг. Не забываем он для меня будет, потому что поставили, так как я из России, как бы в Москве играли, поставили центральный корт, очень много людей смотрела, студий очень много, и подсветку включали, музыку в переходах первых, вместе геймами, очень все классно было. Сейчас спортсменка выходит из юношеского тенниса во взрослые соревнования, и уже в следующем году имеет намерение поехать на турниры Большого шлема Ролан Горос и открытый чемпионат США. Тренироваться она продолжит также в Рязанской академии тенниса. На данный момент это все новости, которые мы для вас приготовили. Много другой интересной информации вы можете получить на нашем официальном сайте город62.тв. Я с вами прощаюсь и желаю вам отличного настроения. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok